Имеет ли значение цвет одежды? Или цвета того, что вас окружает? Вам необходимо понять. Начнем с того, как получается цвет. Почему сейчас эта одежда выглядит белой? Потому что, когда на нее падает цвет, она отражает его полностью. И поэтому выглядит белой. Почему сейчас это кажется красным? Не потому что объект красный. Просто он одерживает все другие цвета и отражает только красный цвет. Вот почему вы видите его красным. Но то, что является красным для вас, может вовсе не быть красным для другого существа. Если вы нарядитесь в яркую разноцветную одежду и встанете перед своей собакой, она посмотрит на вас без всякого интереса. Потому что она не различает цвета. Она видит все черно-белым. Вы знали об этом? Так что не нужно наряжаться для своей собаки. Я обращаюсь к любителям собак. Носите только черно-белое. Другие цвета для них не сработают. Вы не впечатлите свою собаку ни красным, ни зеленым, ни синим цветом. Так что цвет — это не то, чем он является. Цвет — это то, что он отдает. То, что вы отражаете, будет вашим цветом. То, что вы удерживаете, не будет вашим цветом. Такова природа жизни. И это касается не только цвета. Такова природа самой жизни. Сегодня, если вы излучаете любовь, люди будут видеть в вас любящего человека. Если вы издерживаете всю свою любовь, словно хранилище любви, вы полны любви, но не излучаете ее, люди будут думать, что вы такой. Если вы излучаете радость, люди будут думать, он очень веселый человек. Если вы хранилище радости и издерживаете всю свою радость, потому что хотите забрать ее с собой на небеса, люди не будут вас воспринимать как радостного человека, не так ли? То, что вы отдаете, всегда является вашим качеством, не так ли? Это справедливо не только для человека. Такова природа самого мироздания. То, что какая-то субстанция распространяет, является ее качеством. Итак, вот это отражает все, поэтому одежда белая. Это отражает только красный цвет, значит объект красный. Это отражает только синий, значит синий. Все остальное удерживается. Вы не видите то, что он удерживает, вы видите то, что он отдает. Имеет ли цвет значение для человеческого сознания или для какого-то духовного процесса? Он имеет значение в том смысле, что цвет, который вы отражаете, естественным образом добавляет что-то к ауре, которую вы несете. Люди на пути аскезы не хотят носить ничего, потому что они не хотят добавлять что-то для себя. Они просто хотят работать с тем, что у них есть. Они не хотят брать на себя что-то дополнительное. То, кем вы сейчас являетесь, это уже довольно много, чтобы это проработать. А если продолжать прибавлять еще и еще, это все усложняет. Поэтому им ничего не нужно. Продолжение следует. Продолжение следует.